Сегодня довольно сложная обстановка. Страна все больше опускается в кризис, опускается быстрее других. Для нас принципиально важно предложить не только программу, она предложена, не только сплотить все патриотические силы, это произошло, но и максимально от мобилизовать все наши местные партийные организации, фракции и депутатский корпус на решение самых актуальных проблем и задач. Я провел встречи и переговоры с 42 партийными организациями от Камчатки до Калининграда и уверяю вас, что мы в состоянии многое сделать в это трудное время, опираясь и на уникальный советский опыт и на преобразование наших друзей китайских коммунистов и на программу развития, которую предложила наша партия и пакет из 12 законов бюджет развития в 33 триллиона. На мой взгляд, это время не только настало, но и требует первоочередных мер от мобилизации всех сил, как законодателей, так и промышленно-производственных коллективов. Первый и главный вывод для нас принципиально важно сейчас настоять на проведении национализации стратегических отраслей. Почему? Потому что акции подешевели, американцы уже защитили свою авиационную и автомобильную промышленность, то же самое сделала Европа. Если у нас по дешевке скупят предприятие, то окончательный иностранный капитал придушит нашу экономику и мы оказываемся действительно колониальной страной. Я настаиваю на том, чтобы правительство приняло немедленно исчерпывающие меры. Второй вопрос. Для нас очень важно, чтобы граждане получили поддержку и защиту. Фактически повсеместно сказали, что в бедственном положении находятся дети войны, их 11 миллионов. У нас 53 миллиона получают в месяц меньше 19 тысяч рублей. 11 миллионов тех, кто в ближайшее время или уже безработные, или окажутся безработные. К тем 4,5 еще прибавляется почти 8. Они должны получить поддержку. У нас в труднейшем положении оказалось отечественное производство и малый и средний бизнес. Без льгот, поддержки и оказанием помощи стороны государства они просто разорятся. У нас почти 10 миллионов гастарбайтеров. Остановились многие стройки. Стройки должны продолжить работу. Село должно активно работать на земле. Это касается и всех дачных участков. Почти 40 миллионов. Если кто сегодня не посеет, завтра будет нечего убирать. Послезавтра неизбежен будет голод. Вот эти проблемы обсуждали, исходя из региональных особенностей. Они у нас очень отличаются. Приморья от Сибири, Волги, Урала. Мы все это максимально учитываем. Но мы, абсурдая, обобщили опыт. Опыт уникальной работы нашего мэра Локтя, который подробно рассказал, как крупнейший город страны трудится в этих условиях, особое внимание уделяя производству и науке. Мы рассмотрели вопросы, предложения педагогов, семей по единому экзамену. Наша команда Кашин, Мельников, Смолин, Афонин, Новиков давно наставила на том, чтобы был принят закон о образовании для всех. Он позволяет дать классное образование за государственный счет практически всем детям. Сейчас все можно, оказывается, отменить. И Олимпиаду, и заседание ООН, и заседание 20-ки. Оказывается, в России только нельзя отменить рекламу ЕГЭ. ЕГЭ выжигает мазки и дебилизирует, а реклама разрушает всю нравственную атмосферу в обществе. Без конца показывают похороны, и тут же вмешивается реклама, которая просто бьет по нервам и по душе каждому человеку. Эти вопросы тоже в центре внимания, и они должны быть решены немедленно. И для нас исключительно важно все сделать, чтобы вылечить тех, кто заболел, и оказать помощь, кто работает на передовой. Практически везде говорили о нехватке масок, костюмов, соответствующих аппаратов. Мы внесли предложение о дополнительной помощи медсестрам, врачам, тем, кто продает лекарства, тем, кто разносит помощь по домам. Они должны помощь эту получить немедленно. Я это внес на встречи с премьер-министром. Сегодня будет рассматривать это Государственный Совет Думы. Я надеюсь, что в ближайшие дни будет принято исчерпывающее решение. В целом команда отмобилизована. Они изучают материалы нашего пленума, материалы по достойной встрече двух юбилеев. Юбилея Победы и 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Практически все выпустили газеты, активно используют сети. Обращаюсь ко всем нашим товарищам, друзьям и союзникам. Любое выступление ваше, любая оценка должна сопровождаться конкретным предложением. Наша программа «15 наших по праву Конституцию» дает полный простор для того, чтобы и местные законодатели, и депутаты Государственной Думы немедленно приняли достойные решения, которые позволят стране выйти из кризиса, одолеть эпидемию, обеспечить устойчивое развитие производственных коллективов и достойную жизнь каждого гражданина. Желаю всем успехов в этой работе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok